Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Преподаватель биологии из Тобольского лицея Екатерина Бушуева в эти дни представляет Тюменскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание победителей борются 85 лучших педагогов страны. В Тюмени в рамках конкурсных испытаний Екатерина Бушуева проводила урок в Краеведческом музее Государственная дума по теме «Животный мир и деятельность человека». На методическом семинаре Тоболячка представила концепцию «Эдютеймент» — это методика обучения через развлечение. В финале российского конкурса участникам предстоит провести открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представить образовательный проект. А 29 сентября жюри объявит 15 лауреатов по итогам заочного и первого очного туров профессиональных испытаний. 3 октября будут названы 5 призеров конкурса. Завершающий тур испытаний «Разговор с министром» состоится 4 октября в Общественной палате России в Москве. Имя абсолютного победителя конкурса назовут 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. В состав жюри федерального этапа Тюменской области вошла ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройблат. Другим темам. С 1 октября во всех школах Тобольска начнет работу областной проект «Учет питания». Дополнительная вкладка в информационном комплексе «Электронная школа Тюменской области» позволит родителям через интернет платить за школьные обеды и выбирать меню. Мария Гребенюк расскажет о плюсах и минусах онлайн-школы. А здесь все просто и понятно. Фамилия, имя ученика, лицевой счет, баланс и сумма заказа с учетом льгот. А дальше меню на каждый день. Проект «Электронное питание» предусматривает два формата школьных обедов на выбор. Приходя в столовую, дети изначально знают, какой вид питания для них предусмотрели родители. Это горячий завтрак, как сегодня, например, курица и гречка с чаем, или экспресс-питание – чай и булочка. Стоимость таких обедов тоже разная. Горячий завтрак в день обойдется в 43 рубля 50 копеек, а экспресс-меню – 12.40. Удобство новой услуги уже оценили родители, которые почти год оплачивали питание своих детей через интернет. А те, у которых нет доступа, получали квитанцию у классного руководителя. Это очень удобная процедура – оплачивать питание именно через электронный журнал, потому как не нужно с ребенком передавать деньги, не нужно искать именно бездачную сумму, не круглую сумму, потому что питание идет с копейками, освобождает ребенка от передачи денег и освобождает учителя от сбора этих денег. Все это регулируется трехсторонним соглашением – родитель, школа, организатор питания. Но за качество ответственность прежде всего на школе. Этот модуль мы запускали в пилотном режиме в нескольких классах в каждой образовательной организации, чтобы все риски нам преодолеть. То есть у нас проект прошел апробацию 1-2 класса в школе, поэтому какие проблемные вопросы возникали, тоже так же мы их отработали. Самые распространенные проблемы с электронным сервисом – сложная регистрация через сайт госуслуги, какое приложение нужно установить, чтобы можно было оплачивать с телефона. Но главное – переживание, чтобы ребенок не остался голодным. Можно сразу положить денежные средства в размере не более 2 тысяч рублей на лицевой счет, и эти деньги будут списываться. То есть это, я считаю, очень удобно. Можно месяц-два вообще не пополнять счет. Самое главное – это просматривать баланс лицевого счета. Это можно сделать с приложения образования 72 на телефоне. Даже при отрицательном балансе ребенок голодным не останется. Для него будет приготовлен обед по формату экспресс-питания. Например, булочка, чай или сок. В пятой школе так кушают около 500 человек. Остальные 700 предпочитают горячее меню. Кушать любимое у них блюдо – это макароны и сосиски. Все. Вот это любят они. В основном. Кашу, которые первоклассники пришли, те еще любят, раз они с садика пришли, кашу кушают, запеканку из творога кушают. А уже начинят, которые подростковый возраст, они уже это не признают. Привыкать к новому сервису будут не только родители. Заботы появятся у всех. Классный руководитель будет следить, чем должен питаться каждый ребенок. А вот повара научатся готовить, как в ресторане, по конкретному заказу. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев. Тобольское время. В Тобольском районе завершается сбор урожая. На сегодняшний день убрано свыше 75% зерновых и корнеплодов. Так, картофеля собрали 1218 тонн. Собирают урожаи и на некоторых пришкольных участках. Например, в Байкаловской школе. Она единственная в районе, где работает областная программа «Агропоколение». Программа позволяет совместить школьную теорию с сельской практикой. В том числе на базе предприятий агропромышленного комплекса региона. А в Байкалово «Агропоколение» позволяет еще и семейный бюджет экономить. Каким образом, расскажет Алена Орехова. Сегодня в школьной столовой села Байкалово в меню ватрушки из моркови и картофеля, собранного на собственном приусадебном участке. Затянувшаяся весна не помешала здесь вырастить богатый урожай, которого хватит почти до весны. До Нового года в основном овощи будут свои. И в школьной столовой. Что, разумеется, делает стоимость обедов дешевле, удешевляет обеды. За счет сэкономленных денежек можно приобрести детям дополнительные или фрукты, или соки. За счет собранного урожая в день экономится около 10 рублей на одного школьника. В год это больше 10 тысяч из семейного бюджета. Этим летом педагоги вместе со школьниками собрали ни много ни мало 120 ведер картофеля, 40 ведер моркови и 30 ведер свеклы. На грядках еще растут капуста и томаты. Ребята с 9 до 12, а кто до часу, занимаются в летнее время на учебно-опытном участке. Ей уже было сказано, что мы выращиваем овощи, мы занимаемся цветоводством. Так, Байкаловская школа уже 4 года работает в рамках областного проекта «Агропоколение». Когда мы начинаем, допустим, осенью работу и весной выполнять, мы, естественно, все это объясняем, как копать глубина, допустим, копки. Когда мы сажаем глубина посадки семени. В старших классах ребята могут выбрать агротехнологический профиль, где углубленно изучают отдельные предметы. Кроме этого, здесь еще и по окончанию школы можно получить не только аттестат, но и права. Биология, химия дополнительно ребята получают знания и технология. Но технология имеется в виду, изучают ребята сельскохозяйственную технику. И у них есть все возможности получить права или тракториста, или автомобилиста-любителя. За 4 года реализации программы «Агропоколение» успехи у школьников уже есть. Например, совсем недавно они стали призерами областного конкурса ЮНАТ в номинациях цветоводства и овощеводства. Многие поступают в сельскохозяйственные вузы, а это значит, есть шанс, что они вернутся в родное село. Алена Орехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Юные «Тобольские спасатели» стали победителями и призерами областных соревнований, которые проходили в Тюмени. В программу соревнований были включены кросс, комбинированные силовые упражнения, конкурс узлов, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы. 16 команд-участниц были разделены на две возрастные категории. Команда из Тобольска завоевала золото в категории 12-14 лет и серебро в возрастной категории 15-17 лет. А подросток из поселка Прииртышский Арсений Новоселов стал победителем российского конкурса «Добро не уходит на каникулы». В течение лета он не терял время зря, а старался каждый день делать доброе дело. Как оказалось, это совсем несложно и под силу каждому. Накормить бездомных собак у себя в поселке было первым добрым делом Арсения Новоселова. А в течение лета он сделал более 200 хороших поступков. В итоге Арсений вошел в десятку победителей всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы». Самых добрых школьников страны собрали на итоговое шоу в Москве. Арсений, Арсений, здравствуйте, вы харизматичный, у вас очень красивая прическа, кстати. Ну, расскажите, вы откуда узнали про наш конкурс? Я листал в ВК и нечаянно наткнулся на... Интересно? На что же вы наткнулись, так? На... Репост, видимо. Да. Это в ВК, где нас сейчас ввозят 30 тысяч лет, кстати. Так. Посмотрел, зашел посмотреть, мне понравилось. И я начал делать добрые дела. И у вас получилось, Арсений, потому что вы сегодня среди лучших. Аплодисменты Арсению. В конкурсе приняли участие 100 тысяч школьников со всей страны, но не все смогли дотянуть до конца акции. Арсений выдержал все три месяца и выполнял все задания. Например, помочь близким, сделать подарок. Все фиксировал, выкладывал фото на своей странице в соцсети ВК. Арсений стал победителем недели «Добро вместе» и выиграл гироскутер. Тебе важно, это была победа или нет? Нет, мне не нужна была победа. Я просто делал подарки и добрые дела своим близким. Мама Татьяна очень гордится сыном. Сам конкурс раскрыл Арсения с другой стороны. То, что он может быть очень самостоятельным. Он может делать сам какие-то выводы из того, что он сделал. Какие-то идеи у него необыкновенные рождаются. Есть, конечно, были тупиковые задания, когда не знали, что сделать. Но, тем не менее, подумав вместе, получалось. И вот такое занимательное лето, необычная правда прошло. Лето у нас совсем не запланированное, скажем, но достаточно интересное. По приезду домой Арсения посвятили в члены российского движения школьников. Назначили ответственным за творческое направление в своей школе. Сейчас он готовится к конкурсу «Символ региона-2018», посвященного Году добровольца в России. Елена Макова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Ну а если вам есть о чем рассказать всему городу, вы можете это сделать в официальных группах «Тобольского времени», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Телефон нашей редакции 252798. Прогноз погоды продолжит эфир. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Увидимся. Погода на завтра 27 сентября. Утро в Тобольске пройдет при температуре 11-16 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 17 тепла. Ветер южный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Осадков синоптики не обещают. Субтитры создавал DimaTorzok